Уважаемые коллеги, я очень польщен предоставленной мне возможностью выступить с лекцией в рамках мероприятий года Лобачевского. Очень приятно, что Казанский университет не забывает о нашем выдающемся математике Николаю Ивановичу Лобачевскому. И вот в этом году такую обширную программу подготовили. Но сегодня я буду рассказывать о теме, которая непосредственно с научными интересами Лобачевского не связана. Речь пойдет не о геометрии, а о теории чисел. Но с другой стороны, эта область почти такая же древняя, как и та область геометрии, которая привела к исследованиям Лобачевского. Если мы хотим посмотреть на то, где же зародились задачи, о которых сегодня пойдет речь, то нам надо будет отправиться в античную Грецию и вспомнить о том, как же там зародились диафантовые задачи. Что же такое диафантовое уравнение? Это уравнение вида d равняется нулю, где в левой части у нас стоит многочлен с целыми коэффициентами. А переменные мы сегодня будем рассматривать либо целочисленные, либо натуральные. Мы будем рассматривать решение диафантовых уравнений либо в целых числах, либо в натуральных. Ну, под натуральными, я понимаю, то, что принято называть натуральными числами в школе, то есть считать с единицей. Само название диафантового уравнения, как я уже сказал, связано с именем греческого математика диафанта Александрийского, про которого мы знаем не так уж много. Не то, что точные годы жизни, но даже временной диапазон, да, он жил, до сих пор находится под сомнением. Наиболее предположительная версия, что жил он в III веке нашей эры. Но до наших времен дошли списки его трудов, оформленных в нескольких книгах, в которых он рассматривал ряд задач и предлагал по тем временам довольно универсальные методы их решения. Я приведу один пример задачи диафанта, который приводит к конкретному диафантовому уравнению. Данное число разбить на два числа так, чтобы их произведение было кубом без стороны. И сам диафант разбирает пример этого случая, когда на два числа разбивается шестерка. То есть у нас одно из слагаемых 6, второе будет 6 минус х. Слева записано произведение, а справа, что значит с точки зрения диафанта куб без стороны. В нашей терминологии это y в кубе минус y. И вот он ищет решение такого уравнения. Следует отметить, что сам диафант интересовался в решениях уравнений в рациональных числах. Но, как я уже сказал, современное понимание диафантового уравнения подразумевает, что мы говорим о целых или натуральных решениях. В конце я скажу, как обстоит дело с диафантовыми задачами в исходном понимании диафантового уравнения. Ну вот, несколько примеров диафантовых уравнений, которые возникали на протяжении многолетней истории. Опять же, если вернуться к задачам, которые интересовали математикам античности, вот уравнение, которое описывает Пифагоровы тройки. То есть, описывает треугольники прямоугольные с целыми длинными сторон. Про это уравнение все хорошо знаем. Оно разрешимо, и даже можно все его решения явным образом записать. Вот другое уравнение, которому тоже уже более трехсот лет – это уравнение Ферма. С ним история оказалась гораздо более хитрой. Лишь 20 с небольшим лет тому назад удалось доказать, что в натуральных числах это уравнение решений не имеет. Это еще один пример, так называемое уравнение Пелли. Про него тоже мы знаем, что оно разрешимо в натуральных числах для любого положительного d, не являющегося полным квадратом. Но так вот сложилось, что математики накопили большой опыт работы с диафантовыми уравнениями, но практически каждый новый тип уравнения требовал привлечения новых идей. Один метод, которым удавалось решить одно уравнение, совершенно не работал для других, и приходилось придумывать что-то новое. Мне нравится очень образное сравнение, которое я нашел в введении книги «Арифметика алгебрических кривых», написанной Сергеем Александровичем Степановым. Он сравнивает ту картину, которая еще недавно была в области диафантовых уравнений, с маленькими островами, разбросанными по просторам Тихого океана. Какие-то из них получили всемирную известность, какие-то были и до сих пор остаются примерами экзотическими. Вот он сравнивает экзотическое с островом Таити. Какие-то привели печальную славу, наверное, потому что многочисленные усилия многих поколений математиков так и не привели к находению решения этих уравнений. Ну а какие-то уравнения изучались, а потом про них забыли, то есть они стали менее интересными. Вот он их сравнивает с необитаемыми островами. Поэтому мне кажется, что эта картина действительно очень правильная, и поэтому многие математики задавали себе вопрос, а можем ли мы придумать единый метод, который позволит по любому диафантовому уравнению определить, есть у него решение в целых числах или нет. Первым, кто явно сформулировал эту задачу, был великий немецкий математик 19-го и начала 20-го века Давид Гильберт. Вообще Гильберт ставил с собой пример универсального математика, который не только работал в разных областях, но и замечательно ориентировался в других областях математики, непосредственно не связанных с его научными интересами. И вот в 1900 году на математическом конгрессе, который проходил в Париже, Гильберт выступил с программным докладом, в котором сформулировал 23 проблемы, которые он считал на тот момент наиболее важными, и которые, с его точки зрения, 19-й век передавал веку 20-му. Те проблемы, на которых надо было в первую очередь сконцентрировать свои усилия. Среди этих проблем была проблема под номером 10. Вот ее формулировка в оригинале на немецком языке. И здесь же перевод на русский. На современном языке формулировка этой проблемы звучит так. Есть ли алгоритм, который по произвольному заданному диафантовому уравнению законечное число шагов может определить, разрешимое это уравнение в целых числах или нет? Сложно сказать, какой ответ ожидал Гильберт. Судя по той формулировке, которая здесь переведена, все-таки более правдоподобным представляется, что сам он ожидал положительное решение своей задачи. То есть он не спрашивает, есть ли такой метод. Он просит его найти. В то время еще, наверное, не было такого точного представления, какие могут возникнуть сложности на этом пути. Почему могут быть препятствия к существованию такого алгоритма? Ну, может быть, в первую очередь потому, что строгое понятие, что же такое алгоритм, было сформулировано 30 небольшим лет спустя выступление Гильберта. Но на самом деле уже и в то время такое неформальное понятие, что же такое алгоритм у математиков было. Тот же алгоритм Евклида, который ищет наибольший общий делитель двух целых чисел, или алгоритм проверки числа, является ли число простым или составным, даже то же самое Рештоер и Тасфена. Это тоже алгоритмы. Так что интуитивное представление о том, что же следует ожидать у математиков было. Обратите внимание, что десятая проблема Гильберта стоит несколько особняком в ряду остальных проблем. Дело в том, что в остальных проблемах был сформулирован конкретный вопрос. На который ожидался ответ «да» или «нет». Здесь же десятая проблема является современной точкой зрения пример массовой проблемы. На самом деле она включает в себе счетное число вопросов про каждый многочлен. для каждого многочленного нам надо дать ответ «да» или «нет». И вот сама проблема спрашивает о едином универсальном методе, который позволил бы ответить на любой из этого счетного числа вопросов. Среди всех 23 проблем Гильберта десятая проблема была единственной массовой проблемой. Забегая немного вперед, я скажу, что, как выяснилось потом, ответ на вопрос Гильберта в этом смысле отрицательный. Такого алгоритма быть не может. И это результат, полученный совместными усилиями четырех математиков. Американцы Мартин Дэвис, Хиллари Паттнам, Джулия Робинсон внесли вклад в решение этой проблемы. А финальный шаг был поставлен нашим соотечественникам, моим учителем Юрием Владимировичем Матисевичем. Ну вот об истории решения этой проблемы я сегодня вам и хочу рассказать. Ну а прежде всего давайте поговорим о том, какие решения нас будут интересовать. Как я уже сказал, показывая первый слайд, нас будут интересовать решения либо в целых, либо в натуральных числах. Попробуем понять, есть ли здесь какая-то разница. Конечно, для индивидуального уравнения разница есть. То есть, скажем, одно уравнение, в частном случае уравнение Ферма, может быть разрешимо в целых числах, может быть неразрешимо в числах натуральных. Причем и ответы на тот или иной вопрос могут быть в одном случае просты, в другом случае не слишком тривиальными. Например, для того же уравнения Ферма, разрешимость в целых числах довольно очевидна. Можно предъявить решения, в которых одна из переменных принимает значение 0. А неразрешимость в натуральных числах – это уже некоторая теорема, и даже для частного случая показателя 3 не такая уж и простая. Но если мы говорим о массовых проблемах, то мы сейчас увидим, на самом деле, оказывается, без разницы, ищем мы решение в натуральных числах или в целых числах. Например, как свести задачу о разрешимости одного уравнения в целых числах, разрешимости, быть может, другого уравнения, но уже в числах натуральных. Но нужно просто каждую из целочисленных переменных представить в виде разности двух натурально значных переменных. И, соответственно, первое уравнение будет разрешимо в целых, тогда и только тогда, когда второе уравнение разрешимо в натуральных. Если бы мы умели давать ответ на вопрос Гильберта о решении уравнений в натуральных числах, то мы бы смогли дать и ответ о решении первого уравнения в числах целых. В этом случае говорят, что массовая проблема разрешимости диафантовых уравнений в целых переменных сводится к массовой проблеме разрешимости в натуральных числах. Как получить обратное сведение? Здесь надо воспользоваться, можно, например, воспользоваться известной теоремой Лагранжа, хотя еще ее знали и до Лагранжа, например, Ферма тоже знал этот результат, хотя и не публиковал, о том, что каждое неотрицательное целое число может быть представлено в виде суммы четырех квадратов целых чисел. Ну а тогда, если мы хотим от неотрицательных перейти к положительным целым числам, надо просто прибавить еще единичку и каждую натурально значную переменную заменить на сумму четырех квадратов плюс единицу. И тогда вопрос о разрешимости первого уравнения в натуральных числах равносильно задаче о разрешимости второго уравнения в целых числах. Таким образом, как массовые проблемы, эти две формулировки оказываются эквивалентными. И в дальнейшем нам будет удобнее работать не с целыми переменными, а с натуральными. Еще один вопрос о том, почему Гильберт формулировал свою задачу в терминах одного уравнения. Почему нельзя сформулировать более общую задачу, например, вести речь о системах диафантовых уравнений. Оказывается, что эта задача тоже равносильно исходной задачи с одним уравнением. Ну, понятно, что если мы умеем решать системы диафантовых уравнений, то одно уравнение – это частный случай системы. А сведение в обратную сторону, если у нас есть система, то ее разрешимость равносильно тому, что разрешимо в целых числах единственное уравнение. В левой части записаны суммы квадратов левых частей многочленов этой системы. Левых частей исходной системы. Поэтому в дальнейшем тоже будем вести речь не только об индивидуальных уравнениях, но и о системах уравнений. Вот напомню еще раз формулировку вопроса Гильберта. И вот как уже сказал, сейчас мы знаем, что эта задача алгоритмически неразрешима. То есть ответ на исходный вопрос Гильберта – отрицательный, такого алгоритма не существует. И в этом случае говорят о том, что десятая проблема Гильберта получила отрицательное решение. Прежде чем рассказать о том, как же было получено отрицательное решение десятой проблемы Гильберта, я хочу вам еще рассказать о диафантовых… Так, до этого скажу о хронологии решения этой проблемы. Сам Гильберт сформулировал ее в 1900 году. В середине 50-х годов Мартин Дэвис сформулировал некоторую гипотезу, из которой бы следовало отрицательное решение десятой проблемы Гильберта. Спустя 10 лет тот же Дэвис, Джулия Робинсон и Хиллари Паттнам получили некоторое частичное продвижение в этой задаче. И, наконец, финальную точку поставила работа Юрия Владимировича Матисевича в 1970 году. Ну вот и чтобы проследить решение задачи шаг за шагом, мне надо будет начать с понятия, что же такое диафантовое множество. Давайте рассмотрим многочлен с целыми коэффициентами от нескольких переменных. И переменные мы разделим на две группы. Первая группа переменных – это так называемые параметры. И вторая группа переменных, собственно, неизвестные. Мы говорим, что множество n-ок натуральных чисел является диафантовым, если оно состоит из тех значений параметров, для которых существуют значения неизвестных, у которых уравнение разрешимо. Множество, допускающее такое представление, будем называть диафантовыми множествами. Ну а само представление называется диафантовым представлением множества m. Вот несколько довольно простых примеров, какие же могут быть диафантовые множества. Ну начнем с простых примеров. Например, множество всех полных квадратов. Каким уравнением оно задается? А у нас параметр, x неизвестно, а минус x в квадрате равняется нулю. Множество всех составных чисел. Мы хотим сказать, что у А раскладывается в произведение двух чисел, каждая из которых строго больше единицы. Вот представление для составных чисел. Например, множество чисел, не совпадающих с единицей и ни с какой степенью двойки. Как его можно описать? Это те числа, у которых есть хотя бы один нечетный делитель больше единицы. Вот его диафантовое представление такое. Это примеры достаточно простые, и здесь диафантовое представление выписывается сразу. Но вот чуть позже мы увидим, что и другие множества тоже являются диафантовыми. Например, множество составных чисел у нас диафантово. А что можно сказать про его дополнение? Множество простых чисел. Или, например, дополнение к множеству из третьего примера. Множество всех степеней двойки. Оказалось, что эти множества тоже диафантовы, но диафантовое представление для них построить – это очень и очень непростая задача. И решена она была фактически одновременно с отрицательным решением десятой проблемы Гильберта. Теперь, раз мы ведем речь об алгоритмах, надо будет связать теоретически числовое понятие диафантового множества с понятиями из теории алгоритмов. И здесь важным будет понятие перечислимого множества. Я не буду давать строгое определение, что такое алгоритм. Но информально можно думать об алгоритме, как о программе, написанной на любимом вашем языке программирования. Но только запускается эта программа не на настоящем живом компьютере, а на некотором идеальном устройстве. В каком смысле идеальном? Наши обычные компьютеры все-таки имеют ограниченные ресурсы, ограниченный объем памяти, ограниченное быстродействие. В том идеальном устройстве, которое применяется, мысленно запускаем наши программы, наши алгоритмы, таких ограничений не имеет. Мы считаем, что у него есть потенциально бесконечная память, и нас не интересует скорость быстродействия. Два эквивалентных определения перечислимого множества. Множество называется перечислимым. Перечислимым, если есть такой алгоритм, если на вход которого подать n натуральных чисел, то программа завершит свою работу в точности, когда эта n принадлежит множеству m. Ну а второе эквивалентное определение, которое и объясняет, почему множество называется перечислимым в английском языке listable set. Множество перечислимым, если можно написать такую программу, которая работает бесконечно долго, выдает на печать элементы этого множества и только элементы этого множества. Ну, причем повторения среди элементов могут быть. Как же связаны понятия диафантового множества и множества перечислимого? Ну, первое наблюдение, что каждое диафантовое множество является множеством перечислимым. Так, да, я прошу прощения. Наверное, еще прежде нужно сказать, почему так важны перечислимые множества и откуда вообще берутся алгоритмически неразрешимые задачи. Дело в том, что одна из важных теорем в теории алгоритмов говорит, что есть перечислимые множества, дополнения которых перечислимыми не являются. И вот наличие таких множеств и, по сути, определяет тот факт, что есть алгоритмически неразрешимые задачи. Так вот, теперь давайте посмотрим на связь диафантовости и перечислимости. У нас есть диафантовое множество. Можем ли мы перечислить множество тех параметров, для которых это уравнение разрешимо? Да, конечно, вот пример программы. Мы устраиваем внешний бесконечный цикл по переменной y, а потом мы все остальные переменные заставляем пробегать от 1 до y. Осуществляем, при каждом фиксированном y у нас оказывается конечный перебор. И мы проверяем, подставляя значения, получили мы 0 или нет. Если 0 получили, то первые n значения в наших параметрах мы выдаем на печать. Вот пример программы, которая показывает, что диафантовое множество является множеством перечислимым. Так вот, я уже упоминал, что в 50-х годах Мартин Дэвис сформулировал гипотезу, а состояла она в том, что он предположил, что верно и обратно, что каждое перечислимое множество является диафантовым. И по тем временам эта гипотеза была достаточно смелой. Не так много людей верили в нее. Мы пытались приводить какие-то неформальные аргументы в пользу того, что гипотеза не может быть справедливой. Вот, например, такое неожиданное следствие, которое могло бы быть получено из справедливости гипотезы Дэвиса. Если гипотеза Дэвиса верна, то есть каждое перечислимое множество является диафантовым, то тогда каждое перечислимое множество может быть задано как множество положительных значений некоторого многочлена, при том, что переменные пробегают тоже положительные целые значения. Если у нас есть диафантовое представление множества m, а допараметрического множества m, то соответствующий многочлен, который задает это множество m как множество значений, нам нужно а умножить на единичку минус d в квадрате. Ну и понятно, что это значение у нас положительно только тогда, раз а у нас положительно, то положительным это значение может быть только тогда, когда d обращается в ноль. То есть в точности тогда, когда a принадлежит множеству m. Ну а в частности, скажем, к перечислимым множествам относится множество степеней двойки. Нетрудно написать программу, которая проверяет ли число степени 2. Простые числа тоже образуют перечислимое множество. Ну и вот, значит, из гипотезы Дэвиса следовало бы, что множество степеней двойки задается в виде множества значений какого-то многочлена, и множество простых чисел задается в виде множества значений другого многочлена. Вот насколько это предположение в тот момент казалось неправдоподобным, вот об этом свидетельствует рассказ Юрия Владимировича Матисеевича о том, как он еще до решения десятой проблемы Гельберта пытался организовать семинар, на котором обсуждались возможные подходы к решению этой задачи. Он говорит, что на первом заседании слушателей было много, пришли как логики, так и математики, так и специалисты по теории чисел, но уже на следующем заседании семинара слушателей стало вдвое меньше, остались только логики. И спустя несколько лет, когда десятая проблема уже была решена, Юрий Владимирович поинтересовался у слушателей, а почему же так произошло. И специалисты по теории чисел сказали, так вы в первом докладе сказали, что есть такая гипотеза Дэвиса, из которой исследовалось существование многочлена, представляющего простые числа. И мы побежали доказывать, что такого многочлена быть не может. Так что предположение Дэвиса многим в тот момент казалось неправдоподобным, но на самом деле Дэвис оказался прав, и сейчас мы знаем, что это не гипотеза, а теорема, которая еще часто в литературе носит название DPRM-теорема по начальным буквам фамилий людей, причастных к ее доказательству, Дэвис, Паттам, Робинсон, Матийсевич. Перечислимое и диафантовое множество – это одно и то же. Ну и следствие этой теоремы, раз перечислимость и диафантовость – это одно и то же, то тогда существует диафантовое множество с неперечислимым дополнением, и отсюда следует, что нет алгоритма, который по произвольному диафантовому уравнению определял, имеет ли оно решение. Не существует универсального алгоритма таких целей. Ну вот еще в качестве шутки о том, насколько Мартин Дэвис был удачным провидцем. Вот помимо самой гипотезы Дэвиса, он в свое время произнес еще одну фразу, что с его точки зрения десятую проблему Гильберта когда-нибудь решит талантливый молодой русский математик, что вот на самом деле и произошло. Как мог Дэвис предсказать такое, совершенно непонятно. Ну и как же шло доказательство гипотезы Дэвиса? Первый шаг еще в 50-х годах сделал сам Мартин. Он построил представление не диафантово, а почти диафантово. Вот в диафантовых представлениях у нас только квантеросуществование, то есть существуют переменные. Здесь мы видим, есть ограниченные квантеропщести. То есть существует Z такое, что для любого Y, непревосходящих Z, существуют X. И дальше опять P под самым значением равняется нулю. Это было достаточно существенное продвижение, но все равно наличие хоть и ограниченного, но квантерообщести не позволяло установить диафантовость перечислимого множества. Следующий шаг был сделан в работе трех авторов Дэвиса, Паттнема и Джулии Робинсон. Они показали, что каждое перечислимое множество допускает экспоненциально-диафантово представление. То есть мы вместо многочленов разрешаем использовать экспоненциальные многочлены. Что такое многочлен? Это некоторое выражение, полученное из констант и переменных при помощи операции сложения, умножения и вычитания. На самом деле от вычитания можно избавиться, потому что мы с вами договаривались писать уравнение в виде D чего-то равняется нулю, но можно просто все слагаемые с отрицательными коэффициентами принести в правую часть и просто рассматривать диафантовое уравнение вида D1 равняется D2, где D1 и D2 многочлены уже с положительными коэффициентами. Ну и вот экспоненциальные многочлены это многочлен, построенный из переменных и констант при помощи операции сложения, умножения и возведения в степень. Запрещаем вычитание, но чтобы не возникало проблем с итерированным вычитанием, когда у нас отрицательное число появляется в башне экспонента. ограниченный квантропчасти удалось исключить, но за счет введения в наш язык операции возведения в степень. И вот как отреагировали другие математики на этот результат? В то время он им показался тоже лишь отдаленным, имеющим отношение к исходной десятой проблеме Гильберта. Вот, например, стата английская из реферата Крайзеля в Mathematical Reviews на упомянутую работу. Что он пишет? Что эти результаты лишь поверхностно относятся к десятой проблеме Гильберта об обычных, то есть неэкспоненциальных диафантовых уравнениях. Доказательства результатов автора, хотя и очень элегантные, не используют глубоких фактов ни из теории чисел, ни из теории перечислимых множеств. И, вероятно, настоящий результат не имеет тесной связи с десятой проблемой Гильберта. Как я уже говорил, современники не слишком-то верили в появленность гипотезы Гильберта, ой, гипотезы Дэвиса. Здесь у нас присутствует возведение, экспоненциальная функция. Поэтому для завершения доказательства было бы достаточно построить диафантовое представление трехместного отношения, задающего возведение в степень. Вопрос, будет ли оно диафантовым или нет. Еще раньше, лет за 10 до работы трех авторов, Джулия Робинсон показала, что это условие, диафантовость собственной экспоненциальной функции, можно чуть ослабить. Достаточно рассматривать так называемые отношения экспоненциального роста. То есть у нас двухпараметрические диафантовые уравнения, V и U играют роль параметров, Y это переменные, и достаточным условием диафантовости возведения в степень было бы существование диафантового отношения, которое с одной стороны U растет не слишком быстро по отношению к V, но с другой стороны растет быстрее, чем любой полином. Джулия Робинсон назвала эти отношения отношениями экспоненциального роста. И вот первым примером отношений экспоненциального роста, для которого удалось доказать диафантовость, это было отношение связанное с числами Фибоначчи. Напомню, что последовательность Фибоначчи начальных членов определяется таким рекуррентным соотношением. Каждый следующий элемент этой последовательности является суммой двух предыдущих. Хорошо известно, что n-ый член последовательности Фибоначчи растет как n-ая степень золотого сечения приблизительно. Поэтому отношения, состоящие из пары n и f с индексом n является отношением экспоненциального роста. И вот работа Юрия Владимировича Матисеевича стояла в том, что он показал, что множество пар n и f с номером 2n является множеством диафантовым. Эта теорема и завершила многолетние усилия исследования по 10-й проблеме Гильберта. На самом деле этот результат важен не только, что он дал отрицательный ответ на 10-ю проблему, у этого результата есть много следствий в положительном направлении. Например, та техника, которая была разработана при доказательстве неразрешимости 10-й проблемы Гильберта, позволяет строить диафантовое представление произвольных перечислимых множеств. В частности, задача, интересующая с давних времен специалистов по теории чисел, формулы для простых чисел. Как я уже говорил из гипотезы Дэвиса, теперь уже теоремы, следует, что существует многочлен, представляющий множество простых чисел. настоящий рекорд сейчас у такого многочлена с наименьшим числом переменных, 10 переменных, но степень у него больше 10 тысяч, поэтому такой многочлен я, конечно, сейчас выписать вам не смогу. Вопрос, можно ли обойтись с меньшим количеством переменных, до сих пор открыт. Я приведу другой пример многочлена, который был построен в работе четырех авторов Джеймса Джонса, Сата, Вада и Вьенса. Здесь переменных побольше, 26, но зато многочлен можно написать на одной страничке, а с другой стороны количество переменных столько же, сколько букв в английском алфавите. То есть, каждая буква английского алфавита здесь используется. Какие еще есть положительные следствия из десятой проблемы Гильберта? Дело в том, что, как я уже упоминал, непонятно, сам Гильберт надеялся на положительное или отрицательное решение проблемы, поэтому сейчас проблему можно понимать в двух смыслах. В смысле узком, то есть, именно так, как формулировал ее Гильберт, ответ мы знаем. Но можно также понимать и в широком смысле, включая в десятую проблему Гильберта в широком смысле, все те задачи, ответ на которых можно было бы получить, если бы у нас был положительный ответ на десятую проблему Гильберта. Ну и здесь есть разные задачи, которые есть открытые, есть решенные, и некоторые из них я упомянул. Ну вот, например, давайте посмотрим на уравнение Ферма. Но у нас было, если у нас в исходной постановке задачи вопрос Ферма это не вопрос об одном диафантовом уравнении, для каждого n у нас получается свое диафантовое уравнение, и надо смотреть, разрешимо оно или нет. Но вот, поскольку возведение степени можно выразить диафантовым образом, то такое равенство равносильно тому, что есть некий многочлен от многих переменных, где n у нас тоже входит как переменная, и равенство x в n плюс y в n и равняется z в n имеет место в том и только в том случае, когда найдутся значения оставшихся m переменных, так что этот многочлен f обращается в ноль. Таким образом можем написать задача Ферма одновременно для всех показателей n является частным случаем десятой проблемы Гильберта. Уравнение уравнение Ферма не имеет решения в натуральных числах ни при каком n, тогда и только тогда, когда уравнение f равняется нулю, не имеет решений в натуральных числах. Сейчас про теорему Ферма мы уже знаем, это не гипотеза, а теорема. А вот другой вопрос, который еще открыт бинарная проблема Гольдбаха. Верно ли, что всякое четное число, четное число больше двух является суммой двух простых чисел? Если есть какой-то контрпример к этой гипотезе, то множество всех контрпримеров конечно является множеством перечислимым. Просто несложно написать программу, которая перебирает разбиение на слагаемые и проверяет являются ли оба слагаемых простыми. И поэтому множество контрпримеров, раз оно перечислимым, значит оно и диафантово. И тогда множество тех чисел А, которые являются контрпримерами гипотези Гольдбаха, допускает диафантово представление. И то есть гипотеза Гольдбаха равносильно утверждению о том, что соответствующее диафантово уравнение не имеет решений. Опять же, гипотеза Гольдбаха оказывается частным случаем проблемы Гильберта. И верну еще два примера. Вот я обратил внимание, что в сентябрьской программе лекции будут лекции, посвященные гипотезе Риммана и гипотезе четырех красок. Оказывается, что и эти гипотезы тоже являются частными случаями гипотезы 10-ой проблемы Гильберта. Сама гипотеза Риммана утверждает, это некое утверждение о комплексных нулях функции, которое является комплексным продолжением вот такого ряда определенного в правой полуплоскости. Оказывается, что можно написать вполне конкретное диафантово уравнение, которое не имеет решений в целых числах в том и только в том случае, если гипотеза Риммана верна. Вопрос о справедливости гипотезы Риммана это вопрос о неразрешимости вполне конкретного диафантового уравнения. Другая проблема это гипотеза о четырех красках, которая может быть сформулирована следующим образом. Давайте рассмотрим какую-нибудь карту на плоскости. Это просто некая географическая карта. Каждая страна на этой карте является связанной компонентой и мы хотим раскрасить карту в несколько цветов так, чтобы соседние страны были страны, имеющие общую границу, были покрашены в разные цвета. Сколько для этого цветов потребуется? Гипотеза о четырех красках, теперь уже теорема, в 70-х годах она была доказана, утверждает, что достаточно четырех цветов. И в этом случае тоже можно написать вполне конкретное диафантовое уравнение, которое не имеет решений в натуральных числах в том и в том случае, если гипотеза о четырех красках верна. Вот мы видим, что четыре известные математические проблемы задача Ферма, гипотеза Гольбаха, гипотеза Риммана и гипотеза о четырех красках оказались частными случаями десятой проблемы Гильберта. Думаю, что сам Гильберт, когда формулировал свою задачу, даже и не подозревал, что она окажется настолько широкой, включает в себя не только задачу о диафантовых уравнениях, но и много-много других вопросов. И в заключение я, наверное, упомяну еще один открытый вопрос, связанный с диафантовыми уравнениями. здесь нам надо вернуться к постановке задачи, которую рассматривал диафант. Его же интересовали не целые решения, а решения натуральные. Вот если бы ответ на оригинальную проблема Гильберта был положительным, тогда был бы положительным ответ и на вопрос о разрешимости диафантовых уравнений в рациональных числах. Дело в том, что мы можем просто каждую рациональную переменную представить в виде дроби, ну и чтобы представить, чтобы получить многочлен с целыми коэффициентами, надо просто домножить, так, извините, здесь не z плюс 1, а на z в степени d, здесь опечатка, плюс единичка не нужна. Разрешимость уравнений в диафантовых уравнений в рациональных числах равносильно вопросу о нетривиальной разрешимости, то есть когда все переменные принимают значение ноль, однородных уравнений в числах целых или в числах натуральных. Вот как мы знаем, ответ на исходную, на вопрос Гильберта в исходной постановке отрицательный, поэтому такое сведение ничего пока не дает для задачи о разрешимости диафантовых уравнений в рациональных числах. И вот этот вопрос сейчас до сих пор открыт, и даже среди специалистов есть противоположные мнения о том, вопрос о агритмической разрешимости диафантовых уравнений в рациональных числах, вопрос о разрешимости диафантовых уравнений в рациональных числах. Это задача алгоритмически разрешима или нет? Пока что никаких подходов к этой задаче не видно. Это самая большая открытая проблема в этой области. Ну вот я постарался завершить свое выступление таким открытым вопросом, который может быть станет вызовом для присутствующих в аудитории. Так что, может быть, спустя какое-то время как раз пожелание Марата Мирзовича исполнится, и теперь уже татарский математик докажет разрешимость или неразрешимость соответствующего вопроса в случае рациональных чисел. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...